Место, где мы обитаем, где мы вместе с Богом учимся жить в Его Царстве. Он наш Отец, а мы Его дети. И так случилось, что большинство из нас, ну, по крайней мере, наверное, добрая половина, мы родились и росли в стране, которая официально говорила, что Бога нет. И поэтому у нас есть какое-то атеистическое прошлое. У меня есть. Я был и октябренком, я был и пионером, и комсомольцем, и даже коммунистом успел побывать. Потому что я офицер запаса, и в армии на офицерской должности, ну, невозможно было быть, ну, не членом партии. Потому что партия руководила всем, и она все содержала, держала крепко в своих руках. И хочешь, не хочешь, ну, я был искренним, в принципе, в этом. Потому что я ничего другого не знал, меня так воспитали. Но сегодня здесь, на этом месте, я специально подчеркиваю, я очень благодарен Богу за то, что у меня есть церковь. Потому что хоть некоторые люди и заявляют, что можно и самому познать Бога, но Бог же всемогущий. Да, я знаю, Бог может спасать людей без содействия рук человеческих. Он может открыться человеку без священников, без церкви, но невозможно воспитать сердце и душу в послушании Богу без настоящих отношений в семье Божией. Вот это факт неоспоримый. Аминь. И поэтому Господь спасает нас по-разному, а потом помещает нас в свою семью и начинает нас учить быть Его детьми, быть Его семьей. Братья и сестры, я очень благодарю Бога за то, что эти молитвы, они имели реальную силу. Спасибо вам, что вы молились и поддерживали всеми видами, как в армии говорили, довольствие. Вы даже благословили нас материально в тот момент, когда у нас с Иришей был такой, ну, очень трудный период, когда просто сели батарейки, в том числе и материальные. Вот. Ну, мы поехали в Украину, потому что моя мама пережила инсульт. Вот. И, ну, ей уже 77 лет, и она инвалид первой группы. Она уже 20, с 93-го года, 26 лет она в колясочке инвалидной. У нее сломан позвоночник и порван спиной мозг, поэтому она не может ходить, даже если хотела бы. И тут еще инсульт. И это уже был второй. Первый был полегче, а вот второй, который случился, и просто уже нам позвонили и сказали, что как бы едьте прощаться с мамой. Ну, мы с Иришей купили билеты на самолеты, полетели, а моя сестра Таня с мужем Игорем из Бругаса на машине, ну, кто как мог, добирались. На границе меня арестовали, потому что я оказалась, оказалось, что меня подали в списки офицеров запаса, которые не хотят служить в армии и участвовать в военных действиях. Вы знаете, что в Украине это происходит еще, к сожалению. Вот. И это уже длится пятый год, и слава Богу, с Божьей помощью все наконец-то разрешилось. Я вам просто свидетельствую, постараюсь коротко, но я благодарю Бога, в этом свидетельстве есть слава Божия. Вы сейчас услышите, как Бог отвечал на молитву. И мы с Иришей отложили деньги, у нас было на поездку, я не помню точно, где-то около 700 долларов, мы полетели. Мы думали, что это вам хватит с Ильхой туда и назад, билеты недорогие. Ну, так как меня арестовали, и меня заключили на двое суток под арест, а суд, состоявшийся, срочно продлил мой арест на два месяца, на 60 дней, под домашний арест. Ну, домашний арест. И, как бы, прокуратуре поручили провести срочное доследование моего вопроса. Вот, и прокуратура, в этот раз их поведение отличалось от того, которое было раньше. Потому что в Украине, слава Богу, что-то начало меняться. Вот, и сейчас избран новый президент. И, знаете, вот сестра спросила, как там. Я говорю, вы знаете, все еще сложно, но появился какой-то свет в конце тоннеля. Ну, какая-то надежда, что вот этот олигархический клан, который так долго душил Украину, вот, что он может отступить с Божьей помощью. Ну, народ Божий в Украине тоже молится. И эти уже работники прокуратуры, они мне сказали, мы все понимаем. Виталий Викторович, мы знаем, что вы имеете право быть недовольными. Ну, в общем, пять статей Конституции были нарушены против меня. Предыдущие власти это тоже понимали. Но коррумпированность этой высшей части общества, военной прокуратуры, следственных органов, судов. Вот, суд идет, я сам подавал на суд. Но суд идет, и он не рассматривает, как бы, по закону дело, ну, не то, что в мою пользу или в чью-то пользу вообще. А просто не принимает вообще никакого решения. Почему? Потому что, ну, до юра они понимают, что я прав и, ну, мои права нарушены. Но де-факто государство настолько сильно давит на судебные органы, что, когда приходит в стране иллюстрация, меняют судей, то все судьи стараются делать закон, принимать решения под требования властей. Ну, кто с Украины, это, в принципе, примерно знает. Вот такая ситуация была. И, знаете, нас насильно хотели сделать, ну, такими патриотами. Но, знаете, хорошо быть патриотом, когда ты просто любишь свою страну. Но страну-то нужно любить вот только в той мере, когда страна, ну, скажем так, когда органы власти, когда они поступают справедливо. Вот, потому что, как бы, делать людей патриотами для того, чтобы они, ослепленные патриотизмом, поддерживали беззаконные решения, беззаконные, ну, властей, это не патриотизм. Это ложный патриотизм, и он ведет, к сожалению, мы помним, чем закончилась история Второй мировой войны, да? Как Германия, ослепленная идеологией Гитлера, и она практически была разрушена своей же собственной вот этой силой ненависти. И сейчас, когда вот это все происходит в Украине, нам просто нужно продолжать молиться и не, ну, не думать, нам не нужно думать, что это может не прийти в Болгарию, в Россию, это может проявиться в любой стране. Потому что это не связано с национальностью, это связано с Духом, который может прийти в нацию. И это происходит настолько внезапно, что ты не можешь даже успеть, у тебя нет времени. Вот у меня вчера спрашивали, друзья, как это произошло, ты заметил, когда это произошло? Я сказал, да, но потом уже, когда это случилось. Потому что все вначале было очень даже свято. Мы просто верили в лучшее, мы молились. Вот, и нужно продолжать молиться и просить, чтобы Бог очистил все народы. Потому что все идет к развязке своей. Но ведь Бог сказал, что если будут молиться, искать лица моего и смиряться перед лицом моим, да, я исцелю их землю. Мы же верим, что это Бог через Исаию сказал. Не просто так, это не если, это случается, когда народ Божий молится. И там вот этой камере, когда я был, братья узнали об этом. Сюда вот в Болгарию передали. Пастор Гена поделился с вами, с церковью. Там даже пастор Илка в церкви тоже сказал, там молились. И моя церковь молилась в Украине, где мы были сырыми пасторами. И братство наше молилось. И там на конференции, которая проходила, вы знаете, Дэн Слейт, он был здесь. Дэн даже остановил там, как бы, служение, сделал объявление. Говорит, давайте помолимся за Виталия, за ситуацию, которая у него. И они молились на конференции. И одна сестра, которая меня абсолютно не знала, просто увидела видение. И она сказала, я вижу, что Виталий находится в колодце. В колодце такой старый заброшенный колодец. И там, ну, он закрыт сверху решеткой. И он не может сам выбраться. И братья встали вокруг колодца и начали молиться. И в колодце вдруг начала просто прибывать вода. И эта вода меня начала поднимать. А братья увидели, что если не разобрать решетку сверху, то я не смогу уйти. И они начали разрушать эту решетку. Разобрали, и вода вынесла меня наверх из этого колодца. И это все произошло достаточно быстро. И следствие прошло. И суд второй, который был, просто оправдал. Следователь, ну, пробачьте. Ну, так вышло. Ну, они уже третьи были. Третий состав следствия, прокуратуры. То есть, получается, никто даже не мог уже нести ответственность за это. Вот такое вот безумие этой истории. И все, что Господь в этом видении показал, оно случилось. Оно произошло. Но мне пришлось заплатить цену за это. Я, как бы, находился два месяца в этом состоянии, в этом ожидании. Я посещал свою церковь, там, служил Господу, там, и помогал маме. Значит, да, маме помогал следующим образом. Тоже молились. И, конечно, мы там купили лекарства разные необходимые, прокапали ее. И, вы знаете, ее, как бы, состояние начало меняться в лучшую сторону. Она еще не восстановилась полностью, но у нее вернулась речь. Она, слава Богу, нормально мыслит. Единственное, что у нее еще не восстановилась память. У нее сильные провалы в памяти. Ну, мы верим, что это процесс. Потому что, вы знаете, инсульт, да, это микрокравевое излияние в мозге. Оно поражает какие-то участки мозга, которые отвечают, в том числе, и за память. Вот это такая короткая моя история. Но, знаете, как бы, еще один вывод. Вы знаете, что, как бы, есть проблема у меня со здоровьем. Хотя я верю, что эта проблема, она тоже в руках Божьих. И наш же Господь целитель. Аминь. И его промысел спасать, исцелять, восстанавливать. И, кстати, это промысел и народа Божьего. Это и наша работа. Потому что, если наш Отец делает, Иисус говорил, да, и я делаю то, что Отец. Потому что делаю то, что, как вижу Отца Творящим. И когда мы начинаем это понимать, у нас появляется власть противостоять этим болезням. И, знаете, я благодарю Господа за то, что, да, кстати, мое задержание на границе, вот как есть такая пословица, слышали, да, было бы несчастье, не было бы счастья, так несчастье помогло, да. Как бы получается, что прокуратура нашла единственный способ, как меня уволить. Уволить, ну, мне нужно было пройти медкомиссию. И меня в госпиталь положили на три недели. И там в госпитале я прошел подробнейшее обследование. И вот благодаря этому обследованию в госпитале у меня была обнаружена вот эта вот опухоль, которая на первой стадии. И она, ну, понимаете, то есть очень вовремя. Лечащий врач, она посмотрела на меня, говорит, как все вовремя, как все вовремя, говорит, вам повезло. Это все можно решить. У вас есть время и есть возможности. И я благодарю Бога за то, что, ну, понимаете, вот как все Господь вывернул. Ну, как Он все решил правильно. Но я все-таки прошел мои предыдущие годы, я прошел и через огорчение. И знаете, и было у меня, я и критиковал, и судил свое государство. Понимаете, когда ты находишься в этом состоянии, вот как Иосиф, которого в яму бросили, да, а потом продали, да, и, ну, ты чувствуешь внутри себя, за что я верой и правдой служил в этой стране. И начинаешь перечислять пальцы, загибать пальцы, сколько старался всего делать доброго там, да. Ну, это все не работает. А наоборот, то, что Бог допускает в нашей жизни, Бог допускает, знает цель, которую Он хочет достигнуть. И поэтому я понимаю сейчас, какую работу Бог делал со мной здесь, в Болгарии в том числе. Вот, потому что пришло время, когда Он, видя мое сердце, понимал, что я должен эти уроки выучить. И плоды эти должны во мне появиться. Поэтому благодарю вас, Церковь, что вы есть, что вы молились и молитесь, и поддерживаете нас. Я хочу вам сказать, что, в принципе, по сути дела, мы с Ришей уже давно себя чувствуем здесь, как частью вашей семьи. Но вчера пастор Гена говорит, может быть, ты скажи Церкви, чтобы вас приняли. Ну, если нужно формально, я говорю, но я чувствую, что мы уже давно приняты. Вот, в моем сердце есть отношение к вам, как к своей семье. И я чувствую себя здесь очень свободно, легко принятым. И, ну, просто я чувствую Божью любовь и переживаю ее вместе с вами. Но, если можно, молитесь за нас, как за членов Церкви на скале, и пусть Бог использует нас. Мы сейчас стараемся переехать сюда, в армию. И, вы знаете, ну, как бы хотели переехать еще в марте, потом вот эти приключения, которые затянули все на три месяца. Вот, сейчас мое состояние уже лучше. Уже не болезнь меня контролирует, как вначале было, а я ее контролирую. И я вижу, что все идет, ну, как бы, к полной капитуляции, безоговорочной. Вот, скоро, я верю, флаг над этим Бристагом будет поставлен. И, что я хочу сказать, что, если можно, просто поддержите нас в молитве. Может быть, кто-то из вас услышит про работу, потому что, вы знаете, это, ну, корневой вопрос. За все платит серебро, и нужно сначала этот вопрос решить. Очевидно, я на неделю, две, три раньше, чем Ириша перееду. Нужно найти квартиру, и мы хотим быть здесь. Вот, в принципе, это короткое такое свидетельство, а может быть, уже и не сильно короткое. Вот, аминь. И поэтому хочу просто сказать Богу спасибо за вас, слава Господу за то, что есть церковь, где все происходит. Это, знаете, в хорошем смысле, как кто-то из известных покаявшихся... А, это, по-моему, Сильвестер Сталлоне. Вы знаете, да, что он принял Христа. Вот, его мама, она была всю жизнь членом Пятидесятнической церкви, а он же, знаете, в годы популярности, известности, занятости, он как бы так, номинально. Но когда пришло время, и Бог постучал в его сердце, он сейчас активный христианин, и он спросил, у него спросили, взяли интервью, что для вас церковь? Он говорит, вы знаете, церковь для души, как спортзал для тела. Хочешь быть здоровым, хочешь быть сильным, тебе нужно ходить в спортзал. И говорит, и так же и церковь. Хочешь быть духовно сильным, хочешь научиться любить, хочешь научиться прощать, то есть ты хочешь иметь характер Христа и Божьего Сына, нужно ходить в дом, быть в семье, быть частью церкви, чтобы тренировать свой дух, свою душу, подчиняя себя истинам Божьим, и становиться, собственно говоря, Божьим человеком. Аминь? Аминь. Аллилуйя. И как бы пастор Геннадий попросил, и лидеры церкви подтвердили, что вы хотели бы, чтобы я поделился сегодня словом, тогда давайте коротко помолимся. Пусть Господь сейчас поможет нам подчинить свой дух и свои способности слушания Его Слову. Господь, благодарим Тебя за то, что Ты дал нам разум, мозг, чтобы через него мы принимали информацию, Господь. И, Господь, существует такая важная информация, которая решает вопросы жизни и смерти. И, Господь, мы хотим, чтобы Ты благословил нас способностью иметь ум Христов, способность рассуждать над Словом, над всем тем, что мы слышим, что мы читаем, в чем мы пребываем, чтобы мы не принимали все слепо, но чтобы мы размышляли над этим, анализировали, переживали, разжевывали и как бы вкушали, чтобы это кормило нашего духовного человека. И чтобы Твое Слово, которое есть истина, которое есть правда вечная, чтобы это Твое Слово, оно преображало нас в образ Иисуса Христа, соединяя нас с небесами, с Твоим сердцем больше и больше, чтобы уже в этом мире ничто не могло поколебать наш дух, наш ум и не могло поколебать нашего эмоционального, душевного человека, чтобы даже наши души и тела успокоились во Христе в уповании, в подчинении Богу. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя. И еще, если Вы хотите, мы можем вместе с Вами спеть что-то. Или в конце? Как Вы скажете? В конце. Хорошо, окей. Тогда я хочу сегодня Вам предложить такую интересную тему. Я был очень сильно затронут, ну я тоже люблю читать, и безусловно мы сейчас живем в такое время, которое, ну, можно назвать, что мы находимся на рубеже новой технологической индустриальной революции. И она понесет и повлечет за собой, безусловно, очень большие изменения в нашей, ну, цивилизационном развитии. И, знаете, вот мы в это время, мы сейчас, как бы, находимся, кто-то из известных моих, а, это один мой друг и пастор Валерий Решетинский из Украины, он сказал такие слова, что, к сожалению, когда смотришь на процессы исторические, которые происходят, то если раньше церковь была во главе всего, во главе, ну, вот, например, помните времена, да, эпоха Возрождения, Ренессанс, вот эти все вещи, да, тогда все инновации выходили из церкви, эпоха Просвещения там, да, то есть духовные люди, они были, ну, на острие развития общественных процессов, научных процессов, технологических процессов, и они двигали даже политику изменения в обществе. Вот, и все самые великие умы, они верили в Бога. Вот, и сегодня, к сожалению, создаётся такое впечатление, что церковь находится где-то на 30-50 лет немножко сзади. получается, что церковь только лишь обсуждает то, что происходит, и долго думает и молится, правда это или нет, истина это или заблуждение. И этот такой процесс уже находится около где-то, около 100-150 лет. Вот, и сейчас церковь начинает это осознавать, и уже существуют очаги пробуждения духовного прорыва, где духовные люди выходят на рубежи осознания в этих вызов цивилизационных. И я хочу предложить вам очень короткий конспект очень сильной статьи, которую я написал, ой, которую я прочитал, а её написал один известный журналист. Вот, его работа оценена, и сейчас эту статью уже где-то, наверное, полгода обсуждают во всём мире. Вот, она часто репостится, и её как бы копирайтеры переделывают, потому что её разрывают на кусочки, на цитаты, но я записал её очень коротко, чтобы вы поняли. И я увидел в этой статье для церкви огромное новое завтра. И сейчас вы услышите, почему. Вот, эта статья. Потеряв видение будущего, мы сейчас начали слишком беспокоиться о нём. сегодня мы можем видеть, как в прошлом экономика паровых машин создавала множество рабочих мест. То же будет и с ДТ. Что такое ДТ, коротко? Это Data Technology, технологии данных, идущие на замену IT, информационным технологиям. Представляете, мы с вами ещё не успели освоить IT, информационные технологии. Мы сейчас с моей Иришей стараемся догнать это время, учимся в разных, где можно только учиться. Очень долго я внутри себя сам это всё судил. Я думал, да, это всё не от Бога, это всё инструменты человеческие, и дьявол этим легко может воспользоваться, потому что я читал очень сильные религиозные посты и статьи на эту тему. Они повлияли на меня, понимаете, да? Потому что есть консервативная реакционная часть христианства, которые всё время изобрели велосипед, это от дьявола, галстук появился, как часть моды, это от дьявола. Вы знаете, что это правда? Когда-то вот, да, эта стрелка, которая указывает, вот, и это всё когда-то было, вот, реально существовало. Вы, может быть, даже этого не слышали, но я покаялся в церкви, которая была очень строгой, ортодоксальной, 50-й церковью, и мы с Иришей наш путь ко Христу начали с больших упражнений, в сфере духовных дисциплин, смирения, подчинения правилам и конституции церкви, не божьей, а церковной. И мы прошли через это, когда тебе запрещают носить украшения, ну, женщинам, да, когда запрещают использовать в любую косметику, когда ты должна носить на голове покрывало, вот, должны быть платья ниже колена, юбка, ну, вернее, брюки на женщине, это не, это от дьявола. Ну, было такое время, и мы прошли через это. Сейчас мы уже понимаем, что абсолютно, нет в этом абсолютно никакой истины, хотя, конечно, одежда и процесс обнажения тела, безусловно, говорит о том, что внутри человека, да, просто мы понимаем, что есть Писание, и где Господь говорит, что все должно быть прилично, да, как святым. как святым. Но, я продолжаю читать, вы понимаете, о чем я говорю, да, информационные технологии, то есть, мы сейчас с вами пользуемся, мы находимся практически в процессе, ну, в самом разгаре, вот, развития процессов технологического сервиса. Итак, мы снова стоим на пороге нового мира, и многие беспокоятся, думая в страхе, что искусственный интеллект и новые технологии приведут нас к концу света. В чем смысл? Дата технологии, это технологии, которые сейчас сместят акценты в образовании, в мировоззрении, в мировосприятии, в количестве и качестве информации, изменится образование. Почему? Потому что скоро ну, практически образно говоря, скоро не нужно будет учить таблицу умножения, не нужно будет изучать целые области математики, геометрии. Почему? Потому что с нами всегда будет находиться маленький портативный прибор, в котором все. Вот. И нам, это не значит, что нам не нужна таблица умножения. Нет. Просто человечеству необходимо высвободить свой интеллект для того, чтобы размышлять и заниматься другими сферами, абсолютно другими сферами жизни и деятельности общества и цивилизации. И поэтому дата технологии практически заменят часть, огромную часть и сферы знаний целой области наук. Они, это не значит, не будут упразднены, они просто будут архивированы. И им не нужно будет занимать огромное место в нашем разуме. Нам нужно будет изменить свое сознание, свою память, свой интеллект и иметь такую оперативную способность управлять этими технологиями. Хотя и приборы, и компьютеры современные, которые уже сейчас создаются, будут это делать. Вот. Да, это вселяет какую-то тревогу, честное слово. Когда начинаешь об этом думать, думаешь, ого. Вот. Итак, но, вот, и некоторые люди думают в страхе, что искусственный интеллект и новые технологии приведут нас к концу света. Но это не так. Почему? Машины никогда не заменят человека в главном. Послушайте, автор этой статьи, человек абсолютно отстраненный от христианских ценностей, абсолютно не интегрированный в христианскую среду, абсолютно не вводимый ценностями Царства Божьего. Но вдруг заявляет следующее. Посмотрите. Машины никогда не заменят человека в главном. Способности творить, любить и наполнять мир красотой. О, здесь уже чуть-чуть ближе. Теплее. Дальше. И он говорит, самое время подумать, а достаточно ли мы квалифицированы. Основным драйвером создания новых рабочих мест станет сервисная индустрия. Слышите? Даже не компьютеры, а сервисная индустрия, где наиболее значимую роль начнет играть малый бизнес. И большинство компаний из этой ниши или сферы станут глобальными. Следующие 30 лет как минимум 60% малых бизнесов станут глобальными. образование должно полностью измениться. От запоминания знаний до способности быть инновационными и творческими. Понимаете, да? То есть вот об этом можно как бы много говорить, но у меня такой пост был недавно, я перепостил одну информацию интересную. Есть такая картина известного художника «Неравный брак». Может повидели? Вот старенький мужчина ведет красивую юную девушку. Вот и есть оказывается история, которая связана с этой картиной. Вот смотрите, как обычно думает человек. Человек думает так, вот история об этой картине. Перед тем, как этот старый мужчина осуществил, ну, сделал это предложение, да, отцу этой девушки, семья этой девушки жила в большой бедности, и у них были большие долги, и этот богатый старый человек, пожилой человек сказал, если этому отцу этой девушке, если ты отдашь свою дочь замуж за меня, я выкуплю все ваши долги, и они будут прощены, просто полностью покрыты, а вы не будете ни в чем нуждаться. Вот, но когда это нужно было сказать снова перед свидетелями, то он смягчил свое решение и сказал, давайте сделаем так, бросим жребий, и я возьму сейчас два камешка, белый и черный, и какой камешек вытащит твоя дочь из вот этого мешочка, если это будет белый камешек, я прощаю ваши долги, и она не будет моей женой. А если она вытащит черный камешек, то она выйдет за меня замуж. Когда он ложил эти два камешка в этот мешочек, эта девушка увидела, что он ложит туда незаметно, скрытно, два абсолютно одинаковых, догадываетесь, каких, черных камешек. и она понимала, что все предрешено, потому что даже если бы там был и справедливо предложенный такой вариант белый и черный, то все равно 50-50, 50 на 50, вероятность победы была бы неполной. Вот смотрите, вот открытое сознание этой девушки было способно на то, чтобы разрушить вот эти вот парадигмы. Она опустила свою руку в этот мешочек, достала этот камешек, но после этого совершила такое неловкое движение, а они стояли в это время на улице, там под ногами была галька, собственно говоря, откуда и взяты были камешки, ну щебеночки. И эта девушка совершила такое неловкое движение, и этот камешек незаметно упал на землю, ну как бы нечаянно. И она сказала во всеуслышание, я так неловко и неаккуратно достал этот камешек, простите меня, Сир, и все вы тоже, но я же верю в вашу порядочность, и я же знаю, что мы узнаем правду, потому что вы достанете второй камешек, и будет понятно, какой камешек я не вытащила, да, а какой упал. Этот пожилой человек был еще и умным, и поэтому он понимал, что он красиво проиграл, и таким образом сдержал свои обещания. Такой пример, о чем этот пример? Нетрадиционного мышления. Нам все время навязывают один или два варианта. Нам всегда навязывают какую-то ситуацию, которая и мы по-другому не видим. Мы по-другому не видим. Не видим другого выхода. Вот теперь смотрите, что говорит дальше этот человек. В новом мире, чтобы достичь успеха, нам понадобится ... Раньше мы всегда работали на IQ, Intelligent Coffincent, то есть коэффициент интеллекта, и мы боролись за этот коэффициент. Мы все время набивали свои мозги знаниями. И это важно. Нехорошо душе без знания. Так даже в Библии написано. Но вопрос. Все время, в предыдущее время, в основном ценились только знания. А теперь представьте себе, сейчас это время, оно будет уникально тем, что сами по себе знания уже они ценны, но ими уже никого не удивишь. Потому что сегодня в любом смартфоне можно найти ответ на любой вопрос. Пожалуйста, там в один маленький смартфон помещаются Библии, помещаются 100 тысяч томов книг, справочники, энциклопедии. Ты можешь там любые интегральные схемы найти, описание любых приборов, как работают машины, механизмы. Все это есть в нашем кармане. То есть получается ты уже сегодня никого не удивишь знаниями. Вопрос второй. И дальше этот автор этой статьи говорит, слушайте, это подсказка для нас. Подсказка и вы сейчас, вы так думаете, наверное, Виталий не читает Библию. А мы как раз к ней, я вас подвожу, мы потом прочитаем, мы как раз прочитаем то, о чем говорит этот человек, сам не зная того, что оказывается у нас это есть у Бога и у народа Божьего. У нас есть преференция, мы обладаем этим в первую очередь. Вопрос второй, пользуемся ли? Обладаем. Потому что можно быть похожим на того парня из притчи, помните Иисус, да, притча о управителе, который уходил в далекую страну и раздал своим служителям свои финансы, одному дал, помните, да, пять талантов, другому два и третьему один. То есть это какие-то финансы и сказал вложите это, пока месьма нет, пусть это принесет прибыль. И помните, да, один сделал это и в два раза увеличил второй, а третий испугался. Говорит, мой господин злой, строгий, сердитый, берет там, где не сел и собирает там, где не это самое, не ложил. Вот, я лучше это все закопаю и отдам таким, как оно есть. И вы помните, он был, он был практически лишен благословения и расположения господина и он был извергнут из общения. Поэтому это прообраз того, что должно произойти. И автор этой статьи говорит о том, что в ближайшее будущее человечество будет открыто нуждаться в двух очень важных коэффициентах. Это эмоушен коэффициент и вот это для меня самого потрясение. Это вообще и лаус коэффициент. То есть общество уже сейчас задыхается от недостатка эмоциональности. То есть эмоции это дверь в творчество. Это дверь к восприятию всего нового, свежего. и это дверь к творчеству. Потому что этот мир сегодня имеет большой запрос. И больше всего меня радует, что этот love коэффициент любви это как раз три этих вещи. Допустим интеллект искусственный уже существует. Но знаете, что сегодня сам искусственный коэффициент уже отвечает на вопрос человека. Что ты умеешь? И он отвечает я все умею. А когда у него спрашивают об эмоциях и о любви. Знаете, что отвечает искусственный интеллект? Это умеешь делать только ты человек. Аллилуйя. Вы понимаете о чем речь? Да? Итак, это то, чего у машин нет и никогда не будет. Даже супер современные машины. Я смотрел фильм об этом есть, спил бы снял, 200-летний человек. Он с большим смыслом этот фильм. Правда, у него там так заканчивается, что вроде бы машина стала человеком, но это же фантастика. Но смотрите, первая технологическая революция привела к Первой мировой войне. Кто учил историю, вы помните, что существовали даже войны с машинами, рабочие бунтовали, засовывали в паровые машины всякие палки в колеса, чтобы сломать, чтобы не потерять рабочие места. Были целые восстания леонских ткачей, других. В общем, чтобы сохранить свои рабочие места, свой уровень жизни. Вторая технологическая революция привела ко Второй мировой войне. Но смотрите, вот есть сегодня прогноз о том, что третья технологическая революция, которая уже происходит сейчас и которая как раз сегодня, к сожалению, я вчера в молитвенную группу сбросил один ролик. Кто смотрел? Я предварил свою проповедь этим роликом. Это ролик об экологической катастрофе, которая надвигается. Он очень сильный, эмоционально сильный. Там буквально полторы-две минуты. Практически там просто показано, что происходит с нашей планетой. А мы делаем вид, что мы этого не видим. У нас этого нет. Мы же за собой убираем. У меня есть такой внутренний, знаете, я вот что-то так почти уверен, что одно из дел, которое церковь могла бы делать, не просто убирать территории, а стать лидером нового движения, спасти эту планету. Потому что через пророка Исаии Бог сказал, я накажу всех тех, кто разрушает эту землю. Я накажу всех тех, кто разрушает эту землю. Эта земля прекрасна. Бог ее сотворил для того, чтобы мы жили на ней, чтобы мы любили на ней, чтобы на ней рождались наши дети, которые тоже имеют право жить, любить, наслаждаться жизнью, познавать нашего Создателя. Это Божий мир, это Божье устройство. И знаете, вот этот автор этой статьи пишет, что Третья мировая война уже будет идти не человек с человеком, это будет и не с машинами, это будет война с последствием нашего собственного безумия. Это будет война против болезни, бедности и загрязнения окружающей среды. Потому что сегодня один известный американский врач, я не запомнил его имя, но если нужно, я его легко найти в интернете, он давал интервью по диетологии и я смотрю сейчас эти вещи, потому что стараюсь свою жизнь привести в соответствие здоровых этих канонов. И у него спросили, а какую соль вы посоветуете? И он знаете, что он сказал? Вот послушайте, а мы с вами здесь живем. Он сказал, вы знаете, на земле почти не осталось чистой соли. У него спрашивают, почему? Он сказал, потому что черноморская соль загрязнена водами, которые выходят из Припяти, впадают в Днепр, под Днепр впадают в Черное море. Эти воды имеют остаточные или просто еще, ну, понимаете, Чернобыль, он не прошел бесследно. в Украине в три с половиной раза увеличилось количество онкологических заболеваний после Чернобыля. Слышите? В три с половиной раза то же самое произошло с океанической солью, потому что за последние 15 лет произошли две катастрофы на ядерных реакторах. Один в Америке в штате в Висконсин, по-моему, и Фукусима вот три года назад, да? Больше, уже четыре. Да, то есть, понимаете, да, океанические воды, кроме того, пластика, который там плавает и отравляющих веществ, которые туда попадают. И у него спросили, так как, где же соль можно купить хорошую? Слушайте, это не реклама. Но он сказал, говорит, единственная соль в мире осталась не затронутая ничем, ни радиации, ничем, это гималайская соль, потому что которые не омываются водой. Вот это, вот как бы, вот понимаете, сейчас мы находимся в церкви, а в церкви об этом обычно вообще никогда не говорят. А я чувствую, что моя душа сегодня в кавычках наслаждается результатами нашей цивилизации. Профессор Симончини, доктор Симончини, который три года отсидел в тюрьме за то, что обличал Всемирную Организацию Здравоохранения и этот мировой фармакологический сговор, сделал заявление, говорит, если вы внимательно посмотрите, если вам это интересно, то трупы людей, которые умерли за последние 15, 20, 30 лет, практически не подлежат разложению. А вы знаете почему? Они мумифицированы пластиками, антибиотиками и всем тем наследием революции техногенной, частью которой мы являемся. Послушайте, это казалось бы не духовные вещи, но это есть стопроцентные последствия нашей бездуховности, нашего мы отошли от заповедей Божьих. И теперь я перехожу к Священному Писанию. Давайте откроем. И вы знаете, меня радует эта статья. Почему? Потому что казалось бы неверующий человек, ученый, технологически продвинутый человек, вдруг начинает размышлять о самых важных элементах бытия. И как бы в своем сознании возвращается к тому, для чего существуют вообще на земле и созданы и оставлены Христом Церковь. Потому что если бы Иисус хотел нас просто спасти, то Ему не нужно было бы заниматься с нами вот этими вещами в Церкви. Раз душа спасена, и хоп сразу на небо, хоп на небо. Нет. Ему необходима новая цивилизация, царственное священство, новая нация, новый народ. Слышите, ну, нация, которая уже не имеет ни цвета кожи, ни принадлежности там к народам и племенам, а нация, которая возвращается к своему истоку, потому что мы все вышли из Него, аминь, из Бога. И вот бытие 1.26, вот к чему мы и возвращаемся. Вот эти известные слова, которые мы с вами знаем наизусть, цитируем, так Господь, Бог сотворил человека по образу своему, по образу Божьему, Он сотворил его, мужского пола и женского Он сотворил их. Ну, потом благословил их и сказал, дальше уже просто эти три стиха, цель нашей жизни. Понимаете, вот все предыдущие, вот эти примерно 70-80 лет, кстати, не только коммунистические страны говорили о том, что нет Бога, да, многие христианские страны, они, может быть, и не кричали, что нет Бога, но они вымарывали Бога и Его имя из школ, из университетов, да, из своих конституций и так далее, потому что мы были в состоянии заблудших детей Божьих. И знаете, вот эти классические стихи, которые я сейчас вам предлагаю, они сегодня звучат абсолютно по-другому, потому что сейчас в мире началась хорошая эпидемия. Если вы замечаете, то один за другим великие умы Божьи, ну, вернее, великие умы науки начинают вдруг заявлять, что они сделали открытие, что Бог существует. Эти люди находятся на передовых рубежах, да, ну, того, о чем мы сейчас, ну, о чем я читал, на передовых рубежах развитие самой современной науки. И знаете, только чем они отличаются от предыдущих поколений? Тем, что они возможно впервые, знаете, вот чем сегодня, я не проповедую интернет, но я просто сегодня говорю, это реальность, но чем сегодня интернет уравнивает всю цивилизацию и общество, да, это равным доступом к информации, которой обладает человечество. Да, в интернете можно, знаете, найти много мусора, там оттуда, к сожалению, можно черпать и всякие грязные вещи. Есть мужчины и женщины, которые там смотрят порнографию, есть люди, которые там, дети там, к сожалению, присели на эти стрелялки, так и дети, папа и мамы с детками стреляют, выбивают в интернете, к сожалению, да, но есть люди, которые с помощью интернета получили бесплатное образование. У меня есть друг, и он один из духовных сыновей нашей с Ришей, но он по возрасту как наш старший сын, сегодня он работает ведущим программистом в одной из самых крутых мировых IT-компаний. У парня нет высшего образования, у него вообще никакого, кроме школьного образования, нет, но этот парень имел помазание Божие, понимать математику, вот, он, кстати, прекрасный музыкант, когда он получал какое-то отвержение в своей жизни, он бежал в поле, он ложился в пшеницу, чтобы его никто не мог найти, видеть, и слышал, как ангелы поют, потому что в 12-13 лет, когда его душа сильно болела, отвержение, когда родители пьют, а его из дома выгоняют, вот, он оставался в одиночестве, и слава Богу, чем он отличался от других детей, его, ровесников, тем, чтобы вместо того, что, знаете, другие шли пить, там, курить, наркотики уже, да, пользовать, боль заглушить, а он нашел другой способ, он бежал в это поле и молился, он в 14 лет взял впервые в руки, церковь купила клавиши, а играть некому, большой, красивый Роланд, а он попросил у пастора, можно на две недели, на пару недель взять, можно, на неделю возьми, и Иван куда-то исчез, целую неделю его не было, ни в церкви, нигде, где-то он там закрылся, слышите, через неделю этот парень пришел к пастору и сказал, вот, я научился и начал играть, если бы вы услышали, как он играет, не все люди, закончившие консерваторию, так играют, у него абсолютный слух, и он играет вот так, понимаете, ну, моя Ириша знает, свидетель, он очень красиво играет, но это еще не все, он первый раз в жизни сел за компьютер, разобрался с ним, через пару месяцев он уже в церкви вел курсы, желающим освоить IT, компьютер, сегодня ему 34 года, он работает в израильской компании, которая входит буквально в десятку самых топовых компаний, и он уже три раза переехал, за него борются, в Киеве он работал на канадскую компанию, потом его пригласили в Голландию, он работал два года в Амстердаме, уже дом купил, слышите, потому что у этих ребят зарплата хорошая, вот, когда он не называет суммы, которые ему предлагают по контракту, я говорю, Ваня, Бог любит тебя, но самое главное, что он очень добрый, он своим родным, близким помогает, дом построит, на тебе 3000, на тебе 5, на тебе 10, он не разбрасывается деньгами, но он чувствует сердцем, он молит за его, но сейчас вот он в Англии, уже год там, потому что его еще больше, более крутая компания пригласила, с более солидным окламой, но теперь эта компания хочет, чтобы он стал ведущим архитектором, дизайнером в их филиале в Нью-Йорке, и вот он сейчас был неделю в Нью-Йорке, знакомился со своими сотрудниками, со своим будущим рабочим местом, знаете, вот послушайте, это Сын Божий, это наш с вами брат во Христе, вот, и он влияет уже на свое окружение, понимаете, да, о чем я говорю, и он рано сиротел, сегодня уже имеет жену, трех мальчиков, трех сыновей, и он идет за Христом, потому что Бог любит его. Я хочу прочитать следующее место из Писания, это самое известное, наверное, или одно из самых известных, давайте откроем, это первое послание апостола Иоанна, это один из столпов на, ну, наверное, рекордное место из Писания, которое чаще всего, ну, произносят, и что я, что я слышу в этом месте Писания, давайте, это четвертая глава, первая Иоанна, четвертая глава, седьмой стих, и дальше прочитаем. Дорогие, будем же любить друг друга, потому что любовь от Бога, и каждый, кто любит, рожден от Бога, и знает Бога, кто не любит, тот не знает Бога, потому что Бог есть любовь. Бог проявил свою любовь к нам в том, что послал в мир своего единородного сына, чтобы мы благодаря ему получили жизнь. Любовь заключается не в том, что мы полюбили Бога, но в том, что Бог полюбил нас и послал своего сына в умилостивление за грехи наши. дорогие, если Бог нас так любит, то и мы должны любить друг друга. Аминь. Я бы еще до 16 стиха почитал, но по времени мне нужно пометить на себя. И еще одно, одно из самых великих мест из Писания. Это вообще это характер, портрет Бога. Я люблю это место из Писания. Вот когда-нибудь я даже такую песню сочинил, но сейчас я ее не смогу спеть. Это 1 Коринфянам 13, вы знаете, да, вы догадываетесь? Давайте прочитаем. Это гимн его любви, это характер, описание, это удачная попытка апостола описать характер Бога. Аминь. И портрет, если Бог же есть Дух, Бог есть Дух. Так вот, если написать картину или портрет Духа, то вот только такими словами можно описать. Он говорит, что любовь терпелива, добра, у меня современный перевод, она не завидует и не хвалится, она не гордится, не может быть грубой, она не ищет выгоды, для себя, она не вспыльчива, она не помнит зла, любовь не радуется неправде, но радуется истине, она все покрывает, всему верит, на все надеется, все переносит, любовь никогда не перестает существовать, даже когда пророчества прекратятся и умолкнут все языки, она будет говорить быть в нас, я хочу этого, поэтому я здесь, без церкви невозможно быть интегрированным в Божью семью, без церкви невозможно, железо, помните, в притчах написано, да, ибо железо, железо острит, и человек изощряет, что, взгляд, то есть, понимание, способность, да, понимать, осознавать свои части внутреннего, внутреннего человека, они преломляются только в процессе взаимоотношений, когда есть общение с подобным тебе, и когда тебе особенно нужно его простить, вы знаете, сегодня главное, вот, главное заболевание, вы знаете, какие сейчас заболевания на первых, вторых, трех местах, которые косят людей, на первом месте сердечно-сосудистые, вот, на втором месте онкология, да, и, ну, достаточно, да, вы знаете, что основными побудителями или ну, скажем так, на первом месте там несколько факторов, в том числе и наследственные, там, да, экологические, но на первом месте это доказано наукой, стоит emotion фактор, эмоциональный фактор, то есть, когда человек носит в себе непрощение, зависть, боль, обиду, это съедает его изнутри, это ослабляет его внутреннюю конституцию, это делает его, ну, смотрите, вы же знаете, что, как это даже работает, послушайте, я, у нас есть благословенный пастор, он не только пастор, он еще и врач, и слава Богу, я очень благодарю Бога за то, что пастор Гена, он не просто врач, который вот, сделали его в институте, вот, врачом таким, нет, он имеет, он имеет ум Христов, и поэтому он понимает, что сегодняшняя медицина, она, к сожалению, завела общество не в то место, мы не там находимся, все, что мы умеем, да, резать, 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 что еще мы умеем, травить, да, резать и травить, но послушайте, этим самым мы на год продлеваем жизнь, а потом человек все равно умирает, еще больнее и быстрее, и все, это то, ради чего созданы университеты, эти все механизмы лечения, миллиарды денег, миллиарды, триллионы, на медицинские обследования, и никаких результатов, а где же верность клятвен Гиппократа, а где же заявление Парацельса, этих отцов медицины, которые говорили, еда должна быть лекарством, лекарство должно быть едой, вот она наша главная еда, начинаем питаться правильно, Словом Божьим, только вы знаете, нам же что нужно, мы любим Библию, да, но иногда просто понимаем, что нам просто нужно простить, а простить не можем, обходим это место стороной, и идем дальше, оставляем это, присыпаем это солью, какой-то там, не знаю, отравленной, которая потеряла силу, вот, потом разберусь, а это потом, оно вырабатывает неправильные гормоны внутри нас, кто знает, какие гормоны существуют, радости гормоны, знаете какие-то, эндорфины, это же реально, существует, правда, да, есть даже продукты, которые вырабатывают, мороженое скушал, хопа, уровень эндорфинов подскочил, шоколадку съел, хопа, а еще какой, а еще существует, есть такой мелатонин, да, это тоже очень важный, представляете, эндорфин, мелатонин, еще там можно 2-3 назвать, это гормоны, которые оказываются, имеют значительное влияние для восстановления иммунитета, ну и то же самое, есть гормоны, которые вырабатывают отрицательные, вернее, есть вещи, которые вырабатывают, кто знает хоть один отрицательный гормон, рак это последствия, это заболевание, а страх, ну да, это, короче, в нашей, смотрите, в нашей повседневной жизни, страх, тревога, ну, переживание, волнение, да, это просто настолько распространенные эмоции, которые, они, это просто, ну типа как родственники, это такие, знаете, соседи, это то, с чем мы живем в обнимку, с чем мы спим, с чем мы кушаем, мы заедаем тревогу кашей, запиваем страх молоком, вот, и это тоже вырабатывает гормоны, а еще и когда употребляем алкоголь, представляете, да, Бог дал нам свой собственный рецептор, да, то есть у нас есть, в организме есть гормоны, которые вырабатывают наш организм, например, никотин, он очень важен, вот, человек, который курит, он практически, где-то через несколько месяцев активного курения, он убивает, сначала затормаживает, а потом убивает нормальную работу этого гормона, то есть, этого рецептора, который вырабатывают, как называется этот, сейчас был бы паспорт, пастор подсказал бы правильно, но то, что вырабатывает гормоны, железа, да, то есть железы, да, и внутренние секреции, которые вырабатывают реальные, материальные гормоны, да, которые выглядят, как конкретное вещество, поступают, да, и двигаются, часть, внутри нашей крови, то есть, получается, что в этом мы находимся, или не находимся, ну, а я заканчиваю свою проповедь, и я хотел бы помолиться, и у меня есть такое понимание, осознание, ну, наверное, приходит время, когда христианство должно стать настоящим, когда наше посвящение должно стать настоящим, это уже, я речь веду не о мероприятиях в церкви, я не говорю о количестве проведенных там встреч, я говорю о хождении в Боге, когда ты или соль миру, или не соль, когда ты или свет миру, или не свет, ну, невозможно быть каким-то таким полусветом, или полусолью, просто, ну, что мы делаем с плохой солью, мы просто выбрасываем ее сразу, моментально, да, поэтому Господь, Он же нас взвешивает, и Он видит нас, и вот смотрите, мы здесь еще с вами сейчас, да, а ведь можем оказаться где-то за границей, если потерь, ну, в смысле, не страны, за границей церкви, вот, я какое-то время находился в этом состоянии, и я очень благодарю Бога за то, что, вот, во мне сейчас происходит вот хорошее, процесс не благодаря моим заслугам, благодаря Его любви, Его долготерпению, Его милости, Его настойчивости, и Он продолжает стучать. Слава Тебе, Господь! Папочка, мы благодарим Тебя за то, что в это время мы можем не просто размышлять, а примирять к себе, Господь, истины Твои. Боже, мы хотим быть адекватными, Боже, и мы молимся сейчас о том, чтобы Ты применил все эти слова, и размышления, и чтобы мы были похожими на мудрых Твоих детей, которые были подобны христианам и зверей, когда они приходили домой и продолжали размышлять над тем, о чем говорили в Доме Божьем. Когда они открывали Писание, исследовали, точно ли так, говорит пастор, соответствует ли это Духу, истине, Писание и характеру Бога нашего. Господь, мы хотим, чтобы наша жизнь была всей, полностью своей сущностью посвящена и подчинена Тебе, чтобы живем мы, или там едем, или где-то работаем, или находимся дома, чтобы мы были честными, настоящими, реальными, истинными, Господь. Чтобы в нашей жизни не было тайн, никаких секретных мест, чтобы мы были светом этому миру, чтобы мы соответствовали Твоему проекту, Господь, Твоей воле. Во имя Иисуса Христа благослови нас, так познавать Тебя, ходить перед Тобой и жить вместе друг с другом, чтобы воля Твоя исполнилась и чтобы наша воля не перебила Твою. Если мы верим, давайте скажем Аминь. Аллилуйя. Ну и можем завершить песни. Если вы еще хотите. Слава Иисусу! Аллилуйя. Аплодисменты.